Таблетки от жадности, прививки от коррупции, клизмы для прочистки мозгов. Сегодня все это совершенно бесплатно предлагали депутатам парламента, врачи скорой политической помощи. Кто из народных избранников воспользовался чудо-медикаментами и как все это отразилось на продуктивности работы Рады, видела Валентина Левицкая. Под Верховной Радой дежурит неотложка и врачи с ящиками таблеток. Как они говорят, парламент объявлен зоной карантина, здесь свирепствует страшный вирус, от которого обычные лекарства не помогают. Это передвижной медпункт сатирической демократической партии Украины. В роли борцов с депутатской эпидемией известные комики Георгий Делиев, Борис Барский и сексапильные медсестры. Предлагают политикам таблетки от лицемерия, уколы от коррумпированности и крем от взяточничества. Крем, казнокордин, крем втирать в руки перед контактом с деньгами вызывает паралич, судороги и слезы стыда. Народные избранники лекарства берут неохотно и стараются проскочить в Раду окольными путями. Да, да, витаминки просто для самочувствия. Нет, спасибо, я спортом занимаюсь. А давайте уколчик вам сделаем. Правдогоном, такая красивая. Я бы не отказался. Сделать прививку от лжи согласился только один политик, регионал Григорий Смитюх. Через пару часов мы проверили, вакцина Правдогон подействовала. Это на самом деле гиркая шутка, знаете, гиркая справедливость, потому что те категории, которые должны быть сердцем нашей Верховной Рады, они далеко-далеко до этого пути. На этом шутки кончились и депутаты взялись за привычные дела. Игорь Марков объявил о выходе из фракции партии регионов, но отдавать депутатский мандат отказался. Хотя на днях суд постановил лишить его корочки, ссылаясь на фальсификации во время выборов. Я буду ходить в зал, пока меня туда будут пускать. Мы ждем решения Центральной выборчей комиссии, что относится подальших действий, что до народного депутата Маркова в Верховной Раде. То бишь, чи заблоковать карточку, чи не заблоковать карточку. Досталось от регионалов и Кабмину за то, что до сих пор не ввел в действие финансовые вексели, которых ждут экспортеры. Своего часа Кабинет Министров очень серьезно просил нас принять закон о финансовые вексели. И мы пошли на встречу. Президент подписал закон в конце липня, прошло полтора месяца. Сегодня постановка Кабинета Министров, которая полностью позволяет включить вексели в работу, не подписана. А во фракции «Батьковщина» борются с прогульщиками. По слухам, на закрытом заседании Арсений Яценюк пригрозил. Кто будет игнорировать работу в зале в течение трех недель, получит строгий выговор. А если не исправится, то и из фракции вылетит. Работа в зале закипела активнее. Депутаты дружно отменили норму, обязующую до нового года заменить водительские права советского образца на новые. Теперь у миллиона автолюбителей одной проблемой станет меньше. Валентина Левицкая, Анна Панова, Иван Ермаков, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.